Хочу только сказать, что есть и журналисты, и каналы, которым проплачивают, и они управляемые, и политики, которые сегодня хайпуют на этой теме. Мы это не делаем, и я вас всегда предупреждал. Не надо это делать, потому что потом стыдно будет своим людям смотреть в глаза. Это ведь пройдет, и люди начнут спрашивать, зачем загнали нас в квартиры, почему мешали нам передвигаться, почему в магазины и прочее запрещали ходить. Люди же спросят, и надо понимать, а что мы скажем людям, и как они после этого к нам будут относиться. Вот политика, которая исходит от земли, от людей, и мы этой политики должны придерживаться. Мы выработали свою тактику борьбы с этими инфекционными заболеваниями, мы не развалив систему, мы имеем инфекционные больницы от районов до инфекционных больниц в Минске, центры эти имеем, научно-практические центры, они оснащены, где-то чего-то не хватало, мы их задействовали полностью. Это нас сегодня спасает. Это основа, а не то, что мы тут кому-то что-то рассказываем. И работа врачей. Да, были поначалу недостатки, недооценивали врачи, что вирус есть вирус, и врач, если он не защищен, он же день сидит, принимает даже в поликлинике людей, может заразиться. Сейчас этого нет уже. Да, мы лечим врачей, выздоравливают, они выходят на работу, и те, кто выздоровел от этого коронавируса, это, знаете, наш золотой фонд. Продолжение следует...